В интернет-пространстве в эти дни активно обсуждают подготовку к Новому году и бытовые проблемы. Одним из непраздничных тем стал мусор. Его сваливают в неположенных местах, во дворах, на улицах и чужих урнах. И все это до ужаса возмущает местных жителей. Закламление территории возле ярмарки выходного дня в 3Б из сквера в центре города выплеснулись в гневные призывы к порядку. Комментаторы активно протестуют против свинства и поддерживают возмущение авторов. Когда людей будет считать за людей? Так начинается возмущение жителя Краснодарской 66. По словам автора сообщения, под окнами магазина «Пятерочка» развели бардак. Уже неделю строители раздражают шумом местных жителей. Грохотехники и крики рабочих настолько надоели местным жителям, что люди вызвали участкового и заявили в управляющую компанию «Стабильность». А теперь решили вынести ситуацию на суд интернет-пользователям. Также автор публикации просит подключиться к решению проблемы в муниципальный контроль. Также накануне Нового года активизировались покупатели недвижимости. Преимущества и недостатки жилья в высотках Анапы прямо сейчас обсуждают полсотни людей. Завершение года – самый лучший период для ностальгии, чем и занимаются интернет-пользователи, рассматривая старые фотографии Анапы, опубликованные в сети. Одним из предновогодних трендов стали наряженные елочки и нападение котов. Как нарядить зеленую красавицу, когда дома живут пушистые охотники? Этим вопросом задались более тысячи анапчан. Поговорить о подготовке к Новому году и стоимости праздничного застолья собирается порядка тысячи анапчан. В основном люди недовольны дороговизной, при этом охотно делятся рецептами к Новому году. Еще одной серьезной темой дня в пабликах Анапы стали дети. Зарывать петарды перед Новым годом – любимая, но опасная затея. Особенно агрессивно ведут себя подростки возле торгового центра «Красная площадь». По словам свидетелей, дети намеренно кидают петарды прямо под ноги людям. Обсуждение затронуло более двух тысяч пользователей.